Девочка-пай 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 Что? Что такое? Э, иди сюда. Дело есть. Сейчас приду. А, что такое? От Артака пришла телеграмма. А Рус ничего не понимает. Она сказала, чтобы все пришли. Я? Ага. Павел. Подожди. Я должен идти. Что такое? От Артака телеграмма. Без меня не могут разобраться. Азат, что за телеграмма? Я не читал. А не знает ничего. Ваш Артака уже демобилизовался? Да, но его нету. Иди. Грузите. Идем. Ничего без сиропа разобрать не можете. Что бы вы без меня делали? А я же не читал, а Рус не дала. Провод держи. Держу. Пока не заводи. Ладно. Получается? Да вообще-то получится. Но сегодня, пожалуй, не стоило бы. Я знаю, что делаю. Ну, смотри. Да, опять концерт по заявкам. Подключай. Я-то подключу. Но боюсь, толку мало. Слушай, ты делай, что говорят. Ну что? Говорят, она заперлась. Чтобы она услышала мою песню и не вышла. Давай. Валя. На, поешь. Я сегодня вопрос поставлю ребром. А ты держись. Ладно. Вечер добрый. Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Когда едешь, Наталья? Завтра. Завтра утром. А где Валя? Вань. Имея под рукой итоги многолетнего опыта работы нашего звена, мы можем сделать вывод. Дай-ка еще раз рука в примере. В климатических условиях. Так. Сейчас. Так где же Валя? Надо бы еще разок обозговать эту проблему. В этом доме проблему решаю и я. Оставь, Марфа. Надень бы туфли, Наталья. Длину померю. На. Мерь. Туда и не пойду. Сердца у тебя нет. Мать свою дочку решила перед отъездом голодом уморить. Да. Девчонка за двое суток крошки в рот не взяла. Сегодня даже от воды отказалась. Бессердечная. Пусть она меня своей голодовкой не пугает. Валентина, открой дверь родителям. Ты меня слышишь? Сейчас же отвечай. Валентина, открой. Родители требуют. Валечка, родная, съешь что-нибудь, а потом делай, что хочешь. Да ты что? Ничего. Да послушайте. Наверное, сознание потеряла, бедняжка, от голода. Ну, хорошо. Я к военкому пойду. А он, Наташенька, уже военкому не подчинен. Он демобилизованный. Открой, говорю. Мне нужны мои туфли. Завтра я уезжаю на совещание. У меня доклад. Не порт мне настроение. Ну, хорошо. Из-за этого обормота. Ты сказала мне тревожно, Не подумай уезжать. Меня бросить невозможно. Можно потерять. Да, давненько не слыхали. Ты в слезах меня просила. Будь смирен и не жди. Укради меня красиво. А поет здорово. Скоро его песенка будет спета. Барабанит по террасе непонятный зимний дождь. Если ты не потеряешь. Если ты не потеряешь, значит, не найдешь. Выйди к парку полвосьмого. Украду тебя при всех. Песню бросить невозможно. Песню бросить невозможно, если есть прибег. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять. Любовь бросить невозможно, можно потерять. Можно потерять, можно потерять. Ну, говори, что там? Артак должен будет уйти от вас. Мать будет в сельсовет жаловаться. Вы перебирайся к нам. Говорит, что он напишет на твоих родителей в газету и вообще будет все время жаловаться. Что? Да. Она еще моего отца не знает. А вы рваните с Артаком в Армению, и дело с концом. Что вы, тогда маму вообще удар хватит. Может быть, кто-нибудь из ваших мог бы приехать, а? Уже. Телеграмма на месте. Полундра! Держи. В реке поехали! Да разве их догонишь? Пожалуйста. Ладно уж, Наталья. Пошли, пошли. Добренькие, я одна среди вас в чудовище. Конечно, в чудовище. Где это видно? С палкой за парнем гоняться. Да я к нему добрее матери была. Когда он болел, я его как родного выхаживала. Выхаживала. Медовуху специально для него варила? Варила. А он лисая такая. О, Наталья Семеновна, я так вас уважаю, так вас уважаю. Ваше слово для меня закон. Разве он обманул твое доверие? Обманул. О, Наталья Семеновна, я не стану разлучать вас с Валей. А теперь куда огнет? За три тысячи верст? Да будет, Наталья. А если, не дай бог, что случится? Она вон где, а мы здесь. А о том, что там все время землетрясение в этих горах, я вообще не говорю. Да перестань, Наталья. Так уж испокон веков заведено, что девушка идет дом к парню. Да, Вань. А я свои условия ставлю. А твое условие подкреплено кодексом законов. У меня свой кодекс. Пожалуйста, я им и дом, и сад, и свиней все отдам. А кур? Кур себе оставь. Вань, Вань, не смей. Шуток на эту тему не люблю, Иван. Любишь, не любишь, а плясать русского на армянской свадьбе тебе придется. Через мой труп, слышите? Через мой труп. Азат, как трыщит голова. Холодная помогает. Вот, сбился мой сон. Сукин сын, если без нас все решено, то возьми и приезжай. Зачем нас вызываешь? Как возьми и приезжай? Надо же посмотреть, умная, неумная, красивая, некрасивая. У тебя же есть дядя, который знает жизнь. Пришли фото этой девушки, дадим совет. Чужие люди, через посредников, просят моего совета, а для него родной дяди не существует. Так лопнуть можно, э? Не понимаю, почему лопнуть хочешь? Человек ясно говорит, дорогой папа, дорогая мама, Валя согласна. Между нами все решено. Решено. Прошу приезжать и благословить наш брак. Что ты ему еще будешь советовать? Что это, что колен опаздывает? Надо посоветоваться. Муражен, ты подумал, кого мы возьмем с собой? Никто не едет. Я один поеду, заберу и привезу с собой. А мадам Арус? По-моему, ясно. Если еду я, значит, моя жена тоже едет. Выходит, я не поеду? Если это не затруднит тебя, я тоже поеду. Ты же знаешь, я воевал в тех краях. Ребята из моего батальона будут очень рады. Не понимаю, зачем вам ехать на один день? Утром я приезжаю, забираю их и вечером еду обратно. И родственников надо пригласить. Об этом я уже думал. Но Ирван-то ты возьми, он ведь жил за границей. Ладно. Если вы считаете, что я там не нужен, поезжайте. Я знаю одно, в этом деле нужен человек с хорошей головой. Вот и все. Потом Артаг не скажет, а где мой дядя? Не волнуйся, не скажет. Мурат, ты все-таки подумай. Я там очень пригожусь. Не пригодишься. Шакарян идет. А, идет? Здравствуй, Гурген. Здравствуй, Мурат. Здравствуй, Ирван. Арус. Видишь, Гурген, что получилось? Здравствуй. Опять расплаковать. Здравствуй, товарищ Шакарин. Ну, давайте сядем. Идите сюда. Ну, вот телеграмма. Понятно. На. Что сделано? Сыроп, тебя слушаю. Кто едет, тот пусть и докладывает. Сыроп обижен, товарищ Шакарян. Слушай, Гургентьянов, все хотят поехать со мной. А я им уж объяснял, что в такие трудные дни всем бросать работу нельзя. Мы тоже устроили у себя что-то вроде совещания. И пришли к выводу, что эта поездка Мурада в Яблоновку является делом не только его чести, но и делом чести всего нашего села. Вот, слышал? Исходя из этого, мы приняли следующее постановление. Туда с Мурадом также поедут Азад, который воевал в тех краях. Я благодарю вас. И Ярвант, как представитель сельской интеллигенции. Мерси. Вот в таком составе и поедут. Арус, я пошел. Сыроп, вернись. Постесняйся, товарища Шакаряна. А вот как? Ярвант, который два слова не может сказать, едет, как представитель интеллигенции. А Сыроп с такой головой остается здесь. Знаете что? Я против этого решения. Раз мой брат не ездит... Теперь я уже не хочу ехать. Да, езжайте с Мурадом. И, может быть, не поедет. Не прийти здесь. Поедет. Ага. Перед дорогой не надо ругаться. Сыроп, человек бывалый, знает все дороги, с ним не потеряетесь. Значит, не знает Мурад дороги. Сыроп покажет, да? Ага. А когда Мурад в Махашкалу ездил, когда Мурад ездил во Владикавказ, оттуда в Таганрог, где был Сыроп тогда? Мурад тоже прав. Простите, товарищ Шакарян. От всей души хочу поблагодарить вас за высокое доверие, которое вы ко мне имеете. Но вы извините меня, не могу поехать. А с тобой что случилось? Объясню. Разве я могу ехать с человеком, который про мою интеллигентность говорил в неуважительном тоне. Он позволил себе сказать, что Ярван не может двух слов связать. Если так, то мы с ним в одной компании быть не можем. Не езжай. Тогда я на зло тебе поеду. Ярван, это на тебя не похоже. Пардон, извините, больше не буду. Мурад, не обижайся, но я должен ему ответить. Слушай, мы же там от стыда умрем за тебя. Что ты умеешь? Вместо меня... Пардон, извините, тихо, тихо. Так ругаться вы будете и там. Хотите опозорить все свое село. Ведите себя с достоинством. Взаимно уважайте друг друга. Решайте все дела дружно. И ты, Мурад, не вздумай там взрываться. Посмотрим по обстоятельствам. По обстоятельствам. По-моему, два дня мало. И за три успеть нельзя. Ровно четыре дня разрешаю отсутствовать. Зачем нам четыре дня? Ай, Мураджан, два дня надо на дорогу и два на решение всех вопросов. За сроки отвечает сироп. Помни, что ровно на пятый день вы все должны быть тут. Будут накрыты столы и все устроим как нужно. За сроки не беспокойтесь, вы меня знаете. Напрасно наш ервант обижается. Прошу мое имя не произносить. Садиться, пошли. Садиться, пошли. Садиться, пошли. А так, дядя, сыночек мой! Как ты мог, где красавец мой! Молодец, жениться! Добно и мой! Дай паспорт, дядя! Ты же вышедший стал! Хорошо, слушай, иди! Это дай мне? А я здесь бывал! Как сейчас помню, морж железный, и березки, и поле! А ну, давай, ребята, выгружай! А, вот она! Вот еще одна! Вот там еще возьми! Тяжелая! Сыночек мой, как я рада! Ни о чем не думай, все в порядке! Мой дядя здесь! Он тоже соскучился! Молодец, Артак! Все правильно! Там все уже грузят! Я организовал! Слушай, Артак! А с ее стороны... Ну, я хочу сказать... Со стороны девушки никого нет? Дома они! Скажите, одежду привезли? Привезли, привезли! Душа бы тоже привезли! Потом с Мацоном покушали! Что я ребенок? От чего опоздали? Когда я телеграмму давал? Скажи, Артак, где она? Она красивая? Увидишь! А умная, Артак? Узнаешь! Ну, а характером как? Вы лучше скажите, привезли кольца! Вай, Сыроп сказал, лучше здесь! Сыроп, Сыроп! Что он понимает? Нашли кого слушать? Ну, я укрой? Укрой! 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 Вай, Сыроп! Это твои друзья? Да, мам-чан, осторожно. Кисть рябины, кисть рябины, Все желания исполнены меж людьми, Да будет год любви. Вы забыли кисть рябины на снегу, Я приду к тебе, повинный, не солгу. Кисть рябины, кисть рябины, Под колесами машины не сгуби. Век любви и разлуки, и заносы, не беда, Только сващий от мороза ягода. Кисть рябины, кисть рябины, Все желания исполнены меж людьми, Да будет год любви. Вы забыли кисть рябины, дочь огня, Как царевна и рабыня у меня. Кисть рябины, кисть рябины, Пусть горит неистребима год любви. Век любви и разлуки, и заносы, не беда, Только сващий от мороза ягода. Кисть рябины, кисть рябины, Все желания исполнены меж людьми, Да будет год любви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кисть рябины, кисть рябины Все желания исполнимы между людьми Да будет год любви Год любви Вставай, вставай, Мураджин Азат, ну что ты там делаешь? Иди сюда Держитесь все вместе, чтобы не потеряться Артагджин Артагджин, ты мне скажи, кто кому кем приходится, чтобы я знал, как начать дело Тут рано начать Ну, сэроп руководи нами, скажи, куда все это девать Дорогие гости, одну минуточку Внимание, вот наша Баля Иди, иди Ой, ну и вырезали майку Видать, Марфу постаралась Своя платья, но не отоцепила Ой, Марка, чистая чучела Это она? Вау Ты что, опять с у нас сходишь? Оставь Ваньку, оставь, говорю Платье порвешь Ну, черт Потеснялся бы своих родителей Бессовестный Здравствуйте 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 Здравствуйте, дорогие гости Здравствуйте 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 Ну, давайте знакомиться Здравствуйте Меня зовут Иван Я Валин дядя А это Николай Петрович, ее отец Прошу Здравствуйте Теперь ты Прошу Здравствуйте 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 Добро пожаловать Здравствуйте 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 Ну, проходите, проходите Спасибо Проходите ко мне Паша Благодарен Мы на один, два дня, не больше. Это же безобразие. Марфа лучше знает. Мы все точно скопировали из одного модного журнала. Марфа замуж выходит или ты? Ты хоть разок на себя посмотрела, на кого ты похожа? Ну вот что, чтоб завтра утром. Ладно, можешь не беспокоиться, я сделаю все, как ты хочешь. Но если им не понравится, то я не виновата. И без этой щерсти. Зачем ты это сделал? А что это Артак на нее разозлился? Какая худая. Ты же видел. Я боюсь, что под нашим солнцем она не видит жить. Зачем молодая девушка под бокс постриглась? Разве подходит? Специалист нашелся. Счет потерял. Не так ли? Я не ошибаюсь. Значит, коллеги. Да, главное произношение, это мое кредо. Ну да. В семье такое горе, а он веселится там. На, пей. Давай. Пристает к чужой женщине. Он всех нас опозорит, увидишь. Я могу взорваться, что он не понимает. Ирвант, иди сюда, у нас тебе дело есть. Язык, зеркало души. Ирвант, кому говорят? Мурат. На. Пардон, и минут? Угу. Немножко прилично видишь. Не твое дело, мой дорогой. Я вас слушаю, Мурат. Ерван Христофорович, живу за там. До свидания, мадам. Понял, не беспокойтесь. Наконец. Пришел мой ягненок. Пришел. Артак, мы не поняли, чей это дом? Я же сказал, это дом Ивана, а рядом дом Вали. Свет почему не включаете? Отключи. Мурат, он сейчас сорвется. Парус, хватит, наконец? Сядь, если уважаешь меня, хоть немножко. Парус, у меня тоже есть сердце. Убили сина, зарезанный, Вайя. Разве я такое мечтала, Вайя? Вайя. А-а-а. Смотри, какая девушка, хозяйка, красивая, а моему сыну нужна бы на это обезьяна. Хоть бы такую взял. Ничего, Руся, наша тоже неплохая. Сегодня ночью во сне мы все ездили в наше село. Я спал очень хорошо. А я глаз не сомкнул. Не нужно болтать. Почему? Может, за нами следят. Валя, вот стулья. Спасибо. Больше не надо? Нет, хватит. Валя, это они? Да. Валя? А? Вась? Подождите, это же она. Валя, доченька, это ты? А почему так получилось? Как Валя? Мурат, Сыроп, Азат. Ведь это наша Валя. Валя? Ну да. Межрайонное колхозное совещание передовиков сельского хозяйства считаю закрытым. Успехов вам, дорогие товарищи! Римма Романовна, я вас буду ждать на улице. Вместе пойдем. Пирог. Несу, несу. Пирог. Ну да. Пирог. 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 От души хочу сказать. Скажи слово нашему отцу. Которое? Отец наш всегда говорил. Там, где мечом не пробьешься, хлебом с солью всего добьешься. Да. Хорошо сказано. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Кто где. Будьте здоровы. Иван Джан, в таких делах один дядя, другого дядю должен с полслова понимать. Правильно, давай. Это и это. Вот. Кушай, доченька. Кому чаю? Моя, с удовольствием. Сильвупле. Пожалуйста. Нашли друг друга. И Ирвант у нас тоже учитель. А-ла-мезон. Марбатчан, мне тоже. Пожалуйста, чаю. Сильвупле. У-у-у-у! А-а-а-а! Ешься, угощайтесь. Главное, не теряйтесь. Николай Петрович, ты молчишь, чтобы мы к тебе домой не пришли, да? Ну, прошу, милости просим. Но ведь это правда, конечно, что мужик у нас хозяин дома. Но с другой стороны, это как посмотреть. Без Натальи Семенны дом не дом. Так наша Наталья. Счастливое ей возвращение. Скоро будет? Я думаю, может, завтра. Может, послезавтра. Так не пойдет. Нет. Опаздываем, а? Это, как говорится, с какой стороны посмотреть. Она там докладчик. Сами понимаете. Лично Василий Васильевич звонил. Так что, как говорится, сами понимаете. Хорошо. Подождем. Чувствуете, какой воздух? Я что говорю? Прекрасно. Вы довольны и рады с тобой? Очень. Очень довольны. А вам, да? У вас хорошо здесь. Очень. Очень хорошая. Молодец. Тебя зовут. Ну-ка, пиша. Так с чего начнем нашу экскурсию? Может, пойдем на лесопилку к Ивану? Не надо. Пусть человек работает. Пойдем лучше туда. Ну, тогда начнем с цельки. Марфа Петровна, почему Иван не женится? У него на это времени нет. Какое твое дело, Иван женится, не женится. Азад, ты не знаешь? О чем-то надо поговорить. Что-то все хорошо. Оставь, Ларш, какого-то другого разговора нет. А как тебя зовут? Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Азад? Что, Иванчан? Вспомни, как называется эта река. Ты ведь бывал в этих краях. Эту церковь скоро будут реставрировать. Приезжали специалисты. Экскурсия продолжается. Какая экскурсия? Подождите. Азад куда-то пропал. Он же сам дорогу не найдет. Ничего не пропадет. Иди, Сыроп, Иди. Азад тысячу раз говорил. Держитесь вместе. Ну как, клюет? Ничего, клюет. Да. Рыба здесь хорошая. А вы откуда знаете? Я бывал в этих краях. Азад! 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 Мы что, приехали рыбу ловить? Знакомых встретил. Поговорить нельзя. Иди, тебя ждем. Ладно, иду. Ну, до свидания. До свидания. Сказала, я тебе научу валять. Это совсем не трудно. Я тебе покажу упрыкаться. Будешь меня слушаться? Давай. Будешь, упрямая. Разве не жалко корову? Почему умрешь, а? Чтоб ей пусто было. Хозяйки нет, никого не подпускает. Арус, иди помоги ей. Молодая. Не умеет. А ну пусти. Подержи, Муратя. Почему бьешь несчастное животное? Подожди. Подожди. Сил моих больше нет. Не надо на нее обижаться. Замучила меня совсем. Как зовут? Малышка. Чтоб ей пусто было. Ласку любит, наверное. Малышка. Малышка. Видишь? Да ну ее. Молодая, Тарус. Успокоила. Малышка. А ну-ка ведро принеси. Соседка, соседка тебе давай ведро. Хорошие, хорошие животные. Мурат. Давай, давай. Лаской от животного всего добьешься. Молодец. Спасибо. Ой, Сарус не обидит тебя. Спасибо. Ой, Сарус не обидит тебя. Гребешкова Нессе. Это она? Строгая, мадам. Сердитая, по-моему. Это из района не скоро вернется. А Наталья не пустит Валю в такую даль. Давайте вашего Артака сюда. Могли бы помолчать. Прогулка продолжается. И невеста наша жива. Видите, Шерман, все знают нашего Артака. Марфа Петровна, здравствуйте. Милости просим. Не до тебя, не до тебя. Ну, что вас становилось? Прошло бы пробриться. Идемте дальше. Азад, идем. Марфа, мы сейчас придем. Не скучайте. Марусь, мы сейчас придем. Кажайте. Мы немного погуляем. Человек приглашаем. Идем, Марусь. Прошу. Эх, кто такие? Здравствуй, дорогой. Азад, не начинай. Родственники Артака. А Наталья-то в райцентре. Вы нашего Николая сваты будете, не так ли? Да. Обслужим вне очереди. Сейчас. Иван Игнатьевич, я мигом. Николай человек достойный, почтенный. А Валя? Тут уж слов нет. Я бы сказал, повезло вам. И Артак, мировой парень, хорошо поет. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такая? На голове колпак, не узнал. Это не она? Ну да, Наталья. Все, Иван Игнатьевич. Прошу. Так, кто из вас? Идем, урядчик. Прошу. Доброго здоровьица. Из Армении, значит. Из Армении. Я всегда говорил, что такого винограда и такой воды, как у вас в Армении, нигде не встретишь. Я нигде не встречал. Это, знаете ли, что-то особенное. Пивали у нас? В Карсе, в 14-м году. Так, извольте, извольте. А я в 42-м в ваших краях побывал. Целый месяц в Давыдовке сидели. Давыдовка. Деревня так называется. Ну, там березки, река. У нас что-то такого места нет. Да нет, наверное, Демидовка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Может быть, и Демидовка. Сейчас не помню. Целый месяц мы здесь. Ах, Жад, не начинай опять. Слушай, а мы все поедем? Сыроп обещал мне и Вале, что всех вызовет. Правда? Ну, раз сыропа обещал, значит, сделает. А у вас там красиво? Красиво. Артак говорит, у них сейчас тополяцы, тут пух кругом летит, белый, как снег. Правда, Артак? Да, правда. Какая ты, Валя, счастливая. А теперь, пожалуйста, родители приехали. Ну, а парень-то подходящий. Хороший, умный. Пьет? Нет. И курить тоже мало. Это хорошо. Уж если они так любят друг друга, что тут поделаешь? Поехать должна и благословить. Нет уж. Раз дочку хотят забрать на край света, я на это не согласна. Посмотрим еще, кто кого пересидит. Ой, миленькая, зря вы затеваете это. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Играет музыка. Угу. 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 Поехали. Угу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что я должен всех знать здесь? Артак тоже хорош. Ушел к Николаю свет чинить. Держи, дай лампочку. Ты что за ноги держишь? За стул надо держать. Не держи, говори спокойно. А говорил, утром приеду, заберу и вечером обратно. Пожалуйста. Мурат, не дави на меня. Дай я эти вопросы решу. Сырок правильно говорит. Сколько можно сидеть? Надо действовать. Этот Николай. От него слышишь? Завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Кому нужен Николай? Мы должны держаться за Ивана. Я полностью поддерживаю. Мне Николай нравится. Он человек цивилизованный. Но вопрос его не решает. Правильно, правильно говоришь. Я, Мурат, Николай. Николай, подожди, Николай. Подожди, Николай. Николай Петрович, подожди, дорогой. Здравствуйте. Я как раз к вам направлялся. Николай Петрович, дорогой, где же Наталья Семеновна? Надо вызвать ее. Да, Николай, дома вот сколько дел. А зад колхозной птицефермы оставил. А сироп бросил бригаду. Что там дело? И прошу, не забывайте, что я с школу бросил. Дети все, что знают, и то позабудут. Приедет, наверное, завтра. А может, послезавтра. Э, Николай Джан, так дело не делается, дорогой мой. Извините, товарищи. Скажи ему. Я столько времени терпеливо молчал. Но вы знаете, что по этому поводу французская пословица говорит? Ты меня своим французским не пугай знаешь. По-вашему, выходит, что Наталья Семеновна там без дела болтается? Человек, она занятой. Вы почитаете, что пишут о ней в газете, вот. Очень уважаемый Наталья Семенова. В газете Видео. Это что же, спросить не я? Я что? Я хочу сказать, что я мужчина в доме. А вот вопрос дочери, это дело женское. Вот как приедет Наталья, я свое мужское слово скажу. А то как же. Ладно, не горячись, Николай Джан. Пожалуйста. Но все равно я прав. Опять ушел. Что случилось? Давно концертов Артака не слышно. Хорошо. Что я делал? А что я делал? Что я делал? Что я делал? Взорваться, что ли? Муратио не надо. Романтино не надо. Так что вы на Николая не обижаетесь. Значит, других наказов не было. Товарищ Иван, я так понял вас, что даже если мы будем подождать, пока мадам приедет, то этот вопрос будет спор вызывать. И это, как я понимаю, серьезная опасность для всех будет. Ага. Теперь ты понимаешь, сироп? Нет, Иван-Джан, то, что ты сказал, у меня в голове село. Очень хорошо. Это передовая идея. Очень, очень передовая. Наши. Входите. Почему опоздали? Ждали последнего автобуса. Опять не приехала. Ну что, Марфа Петровна? Шура сказала, что совещание давно закончилось. Ого. Наше совещание тоже давно закончилось. А? Вот так. Этой группой завтра едем. А? Валя. Как дядя скажет. Слушай, сироп, а если отец на нас обидится? Опять сироп. Надо говорить дяде сироп. И чай! Мурат очень цивилизованный человек. В общем, все ясно. Значит, завтра семь. Восемь. Ага. Ну, долго еще? Сейчас поедем. Чё, ну и ей бог. Ну, скорее вы там. Вы хотите, чтобы Мурат проснулся? Сироп быстрее, люди ждут. Слушай, а зачем я взял свой костюм? Такого, как ты костюм должен украшать. А, да верно говоришь. Давай, давай, давай. Голова ведь со мной. Конечно. Голова ведь со мной. Голова ведь со мной. Голова ведь со мной. Платья красные купите в год любви. Век любви. И разлуки, и заносы не беда. Только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, кисть рябины. Все желания исполнены между людьми. Да будет год любви Вы забыли кисть рябины на снегу Я приду к тебе по виной не солгу Кисть рябины, кисть рябины Под колесами машины не сгуби Век любви И разлуки, и заносы, и не беда Только сващи от мороза ягода Кисть рябины, кисть рябины Все желания исполнины Меж людьми, да будет год любви Мочевала кисть рябины, дочь огня Как царевна и рабыня у меня Кисть рябины, кисть рябины Пусть горит неистребима год любви Век любви И разлуки, и заносы, и не беда Только сващи от мороза ягода Кисть рябины, кисть рябины Все желания исполнины Меж людьми, да будет год любви Год любви Из грябины, кисть рябины Все желания исполнины Меж людьми Да будет год любви Год любви Доброе утро Не понимаю, куда они все пропали Сырок всех забрал, увез куда-то рыбу лавить Посмотри на них Им только не хватало рыбу лавить Бездельники А ты что тут делаешь? Собрала ягоды Хочу для Ивана варенье сварить Для Ивана стоит Полить надо Засохло Мурат У них шланги можешь взять У них? Да, да Сюда Дальше, дальше Сахар получай Молодец, а зачем? Серафима видел Шлюзы, говорит, давно закрыты Какая рыба откуда? Азат, эти ребята здесь Тебя ждут Я пошел Вот так Саша, ясно? Так Вот так А теперь мы сделаем для пальцев дырочки Нет Это я делаю для Вовы Я же ему первому обещал А потом Тебе вот так Так Красиво А кто вам позволил? Даже не спросившись Лезете в чужой огород Несовестно? Разве воды жалко? Разрешение Спрофиката Ты почему так сделали? Я вам говорю Даже не извиняется Ладно, ладно Что ты так кричишь Как будто целый мир перевернулся Оставить, чтоб засохло? Ай Порядок-то должен быть? Сейчас отдаст Не надо так кричать Отдаст, отдаст Спросить надо было Что тут за шум? Что случилось? Напрасно кричит Вода идет Мы тоже понимаем Кто тут плохого? Бедный Иван ночью с работы приходит Не помогать Простите А вы кто будете? Мы? Мы сваты этого Николая и Натальи Не чужие ведь люди Сваты Вай Вай, это ты? Ну, конечно, ты Добро приехало Пропавшая Сколько дней мы здесь сидим И тебя ждем Никак не дождемся Мурат Приехала Приехала Арусяк Вартанян Мурат Парсаданыч Значит Сейчас Ерман Сироп Придут И пойдем Неудобно Сейчас Вы идите Я их найду Приведу Где они? Парсаданыч Парсаданыч Летом Это кто? Это тоже я Посмотри Летом Арусяк Это тоже я А вот посмотри Я принес. Молодец. Положи сюда. А это кто? Это тоже я. Летом Новый Афон. Браво! Браво, маэстро! Спасибо! Ревен! Ревен! Спасибо! Большое спасибо! Куда пошел? Не уходи! Ну, посиди еще! Потом придет! Иди сюда! Все пришли! Что будете пить? Я пью только шампанское. А так очень плохо ухаживаешь за Валей. Специально для вас! А теперь встаньте! Встаньте! Что такое? Что случилось? Браво! Браво ты! Дети, гляньте! А теперь ура! Ура! Горько! Это от нас! Вот, на наших столах! Горько! 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 Браво! Браво! Горько! 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 А, видел, что сделал? Хорошо, но теперь хватит. Предложи тост за родителей. Ярванда не учил. Друзья! Пусть чтоб роза цвела, Пусть чтоб фиалка цвела для этой любви. Пусть чтоб солнце свои испускало лучи для этой любви. Пусть чтоб Ярванд свои песни пел для этой любви. Экспромт. Давай, Ярванд. Спой шансон. Дорогой Артак, Ярванду учить не надо. Одна минута, мои друзья. Говоря по правде, я вашего сына хотела под трибунал отдать. Николая Ивана не пустили. Это правильно, точно. А это зачем так? Нашего сына под трибунал? За что? А вот когда все придут, тогда я объясню. Угощайтесь. Хотя бы за то, что дочь моя сейчас не здесь, не дома. Где она? Куда он ее увез? Это правильно. Я тоже на наших злой. И на твоего сына тоже. Ничего. Сейчас Азат их найдет и приведет. Азат. Артак, у вас единственный? Да, совсем единственный. Вот и Валя у меня единственная. Вы думаете, легко нам всем будет? Вот потому мы и хотим, чтобы и у вас было двое, и у нас. Приехали. Приехали. Все слушаем мою команду к Николаю. Николаю, к Николаю идем, к Николаю. Приходите. Николаю. Сейчас, Иван. Ерван, Христофор, сельвупле. О, пардон, мадам. Сыроп? Что такое? Куда идешь? Я должен поменять костюм. Зачем тебе костюм? Скажи мне, что тебя украшает? Хотя ты прав. Конечно. Ерван Христофор. Забыл он. Кляжеву слушая, ноя. А на дорогу я полюбил. Добрый вечер, друзья мои. Все в порядке? Заходите. И так все. О, Наталья Семеновна. Счастливо приехали. И через кадету следили за вашей общественной деятельностью. А там где гуляли? Мурад, ты же знаешь, что Ерван. Мурад, я все вопросы решил. Мурад, ты душишь меня, честное слово. Вань, где были? Говори, все вопросы решили. Ерван, давай. Ерван, давай. Ерван, давай. Теперь давай бумагу. Что это значит? Что это будет? Благословенно, что именуется ЗАГС. Ура! Вы слышали? Не волнуйся. Не волнуйся. Я все уложу. Что такое? Какой ЗАГС? Людей убивайте. Успокойся, прошу. Мне плохо. Держите. У меня нет для вас дочери, чтобы без меня ЗАГС знать больше ничего не желаю. Слышите? Все обойдется. Куда вы? Мурад идет. Кровопийца. Кровопийца. А я кстати, принято. О, ладно, ладно. У Артаки меда отца, да? Мураду прошу взор tysи? Всех изоружу. Всех изоружу. Всех изоружу. Всем. Я спокойный. Только не надо мне успокоить. Не надо успокоить. Что тебе? Ускажи. Сыну Барсадана взяли и отказали. Нет, не конец. Серок, я вас не сложу. Ты эту бумагу все-таки напрасно вытащил. Ну, merci. Теперь я хочу во всем видовать. Все нормально, очень плохо. Слушайте, вы можете тихо разговаривать? Ой, идет сюда. Не говорите. Серок, не говорите. Мурать, опозори меня. Возьми себе руки. Я кого видеть не хочу. Все, кончено. Что? Что ты наделал? Что ты наделал? Ну, почему ты так взорвался? Дети не виноваты. Бедные мои. Это сироп и ерван все затеяли. Ах, это их дело. Держись, Арусджан, держись. Ах, дети, дети. Где вы сейчас? Мои бедные. Ничего, ничего. Ну, что, Вань? Ну, что будем делать? Пока ничего. Посмотрите, около элеватора. Побежали, девчонки. Давай, давай. Давайте скорее. Куда они могли деться? И в роще нет. Вань. Нигде нет. Куда запропастились? Да что ты стоишь над душой? Может, милицию с собаками вызвать? Да ну тебе. Ну, как знаешь. Здравствуйте. Алеша. Давай сюда. Алеша. Давай. Ервант, сироп, детей надо искать, а вы тут спите. Сами все натворили и спят себе. Азад, ты нашел Давыдовку? Нашел, нашел. Ах, вы смеетесь. Бедный Мурат совсем взбесился, а Русь сама не своя. Слушай, товарищ Азад, пугать меня. Пожалуйста. Пардон. Пардон. Все ясно. Да. Ах, вы смеетесь. Не, 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 не. Вон они, на крыше. Нашли. Нашли. Где они? Где они? Вон, я так, Джан. Где ты? Смотрите на крыше. Кажите над мне на верхом ворьем. Ворючах! Мой дядя здесь. Совесть есть у тебя, смей золь. Давай, давай! Пожелее царь, отец тебе все, прощайся! Ах, тополиный пух, тополиный пух, Он, как любовь, летит, и беда. Автомашины все позаглохли вдруг, Остановились поезда. Автомашины все позаглохли вдруг, Остановились поезда. Ах, тополиный пух, тополиный пух, Пушинка белая, полети со мной, Вдали я замужем проживу. Чужую женщину в стороне другой Своей мамой назову. Чужую женщину в стороне другой Своей мамой назову. Ах, тополиный пух, тополиный пух, Тополиный пух, тополиный пух, Новобрачный пух, тополиный пух, тополиный пух, А-а-а... Дорожка скользкая, путь асфальтовый, Где при земли самым ты да я. Лети, пушиночка, в путь свой свадебный, Такая безрассудная. Лети, пушиночка, в путь свой свадебный, Такая безрассудная. Лети, пушиночка, в путь свой свадебный, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ